Друзья мои, главное, когда снимаешь видео, это не врать и быть честным. И быть честным не только перед зрителями, но и перед собой прежде всего. И когда я снимаю, я говорю искренне всегда. И сегодняшнее видео этому подтверждение. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Вот в одном из предыдущих видео я говорил о новом продукте от открытия брокера. Это диржевая инвестиционная облигация банка на индекс фундаментально сильных компаний США с малой капитализацией. Там минимальная сумма 100 тысяч рублей. Я действительно говорил об этом просто вот. Ну, мне понравилось действительно самому. И она мне настолько понравилась, что я решил купить ее. И сегодня я обратился к своему менеджеру. И с просьбой говорю, слушай, я, наверное, ее куплю. Ну, просто мне, во-первых, любопытно, что это будет. А во-вторых, я хочу посмотреть, как она будет торговаться в стакане, какая цена будет и так далее. Я буду рассказывать вам про нее. Ну, пять лет я потерплю, во-первых. А во-вторых, ну, я надеюсь, что она будет расти. И вот это вот 180% от роста она меня покоряет. То есть, ну, такое очень трудно сделать. И я запросил своего менеджера информацию о том, как к ней подключиться. Он скинул мне следующее сообщение. Вот оно. Как подать голосовое поручение? Он говорит, совершенно спокойно, голосом. Надо позвонить по номеру 8 800 599 66. И, собственно говоря, подать голосовое поручение. Нажать один там кнопочку. Что я и сделал. После идентификации сообщите сотруднику, что хотите купить биржевую инвестиционную облигацию, банк открыть, обязательно укажите и так далее, и так далее, и так далее. И давайте послушаем мой разговор с менеджером из открытия брокер. Открытие, Антон. Добрый день. Добрый день, Антон. Хочу приобрести биржевую инвестиционную облигацию банка открытия. А какой он в расчет у вас? Фамилия, имя, имя, отчество и кодовое слово. А вы будете покупать на какой счет? На основной или на инвестиционной? На основной. На основной. Хорошо. Вы будете покупать с плечом? Да. Давайте выставимся тогда. Диктуете вы сколько штук хотите выставить на покупку? Одну. Одну на 100 тысяч. Одну на 100 тысяч? Так они... Одна облигация, одну тысячу стоит. Вам нужно 100 тогда выставлять. Ну, значит 100. Так, облигации открытия, биооблигации, второй выпуск, покупка, код расчетов, закупаем по номиналу. Стоп, 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 какой второй выпуск? Биооблигации, это ИСИН, вот, которая на размещении. Ну, это второй выпуск биооблигации. Первый был в сентябре, это второй выпуск. Сейчас единственное размещается, второй выпуск. РУ-3-0, А-101, А-102, вернее, 86 единичка, правильно? 102, 861, правильно. Вот, значит, покупаем, получается 100 штук, по номиналу... Это та самая, которая вот на, эти, small cap, да? Да, та самая, но у нас сейчас единственное размещается. Понятно. Хорошо, да. Так, получается, смотрите, облигации открытия, био, второй выпуск, покупка, код расчетов Z-0, по номиналу покупаем 100 штук, контрагент, ФК, открытие. Все правильно? Да. Так, заявку мы оставили, соответственно, стоит, активируется у нас позже, она 28-го числа, правильно же, на 28-го. Ну, да. А что-нибудь еще? Да нет, все, я, ну, как бы, к этому времени надо пополнить счет, я так понимаю, да? Ну, не обязательно, у вас уже деньги заплатировались, просто у вас будет плечо, если вы не пополните. Ну, да, я понял, просто плечо постепенно ликвидирую, и все. А больше тогда ничего пока не делаем, правильно? Да, ничего нет, все, спасибо. До свидания вам, всего доброго. До свидания. Ну, вот, таким образом подается голосовое поручение, совершенно спокойно, никаких проблем, это абсолютно бесплатно и не больно. Я это сделал. Ну, а теперь, что я сделал для того, чтобы ее купить? Я перетряхнул немножечко свой портфель акций. Дело в том, что, опять же, на этом же вебинаре, на котором я присутствовал, от брокера открытий, ну, ребята говорили, что, ну, часть отраслей вряд ли будет расти, и поэтому я совершил целый ряд сделок. То есть, у меня было все под завязку закуплено, и я решил немножечко перетасовать свой портфель из акций. Что я сделал для этого? Я продал Лукойл, вот вы видите, одну акцию на 4259 рублей, продал Mail.ru Group, одну акцию за 2256 рублей. Ну, что сказали, что нефтянка будет не очень хорошо себя чувствовать еще какое-то время, поэтому я решил немножечко продать акций. Вот, Mail.ru Group продал на 2256 рублей. Продал Novotec, 5 акций, не все продал. Вот, продал Surgut, нефтегаз, Pref, 2 акции на 7464 рубля. Продал акцию Яндекса, одну еще, потому что, ну, он сильно вырос, очень сильно вырос, и, ну, я еще одну акцию продал, уменьшил долю в Яндексе. Я продал распадскую, вот здесь две акции, здесь еще одну акцию, здесь еще три, то есть всего, сколько там распадской я продал, 6, по-моему, да, 3 плюс 3, 6. То есть, 6 акций распадской я купил и продал 5 акций полиметалла. Всего я продал акции на, ну, на 49250 рублей, то есть я освободил практически 50 тысяч рублей. И с плечом купил вот эту вот биржевую инвестиционную облигацию, но плечо это ненадолго, я буду пополнять счет в ближайшее время. И это плечо, эти 50 тысяч, которые не хватает, ну, я совершенно точно закрою в ближайшее время. Таким образом, у меня инвестиции в фондовом рынке увеличатся на сколько там, на 50 тысяч, которые я добавлю сюда. Ну, вот, собственно говоря, я делаю то, что я делаю. Что я еще сделал, какие изменения? Ну, в последнее время я смотрю ленту Market Tweets, и там все инвестиционные дома различные, там Goldman Sachs, там другие. Они регулярно публикуют прогнозы по различным акциям, и, как правило, эти прогнозы, значит, там цена акций, таких-то, таких-то, ну, как бы целевая цена акций увеличивается, 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 увеличивается. Как правило, то есть, все ждут роста вот таких акций, всяких акций. И я встретил сообщение о том, что понижены ожидания на акции компании Biogen, и я решил их продать. Вот, я продал, у меня была всего одна акция компании Biogen, и я решил ее продать. Что я и сделал, собственно говоря? Ну, вы видите, что она после этого еще и упала. То есть, я вовремя ее продал. То есть, у меня освободилось здесь 263 доллара на валютном рынке, который я могу перевести на фондовый рынок вот сюда, и продать их здесь 263 доллара. Но я этого делать не буду, я, скорее всего, куплю какие-нибудь еще акции, каких-нибудь американских компаний. Вот такие пироги. Ну, а что у меня с индексом РТС? Как я и говорил, что я ожидал падения, 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 я все время ожидал. Ну, вот, наконец, я его дождался. У меня все мои потери за прошлую неделю, они, в общем-то, вернулись. Здесь я карабкаюсь снова вверх, я снова в первой сотне на конкурсе «Лучший частный инвестор». Ничего сюда я не вкладывал. Вот, вы можете наблюдать за всеми моими сделками. Сейчас, смотрите, есть некий уровень такой. Вот, он более-менее, такая поддержка, достаточно сильная. Вот здесь будет в районе 113-500. Ну, если пойдет вниз, то пойдет вниз, значит, будем что-то корректировать. Вот у меня сейчас такая планочка. Планочка по тета-распаду я должен получить на текущий момент, ну, 15595 рублей. И здесь есть у меня какие-то еще заявочки. Что-то я продаю, что-то покупаю. Вот, а здесь я фиксирую прибыль, пытаюсь зафиксировать. Ну, как бы, вот, хорошо тогда фиксировать прибыль. То есть, я немножечко здесь играю, и у меня вот сейчас уже позиция вот такая. Ну, давайте посмотрим еще на конкурсе «Лучший частный инвестор», где я карабкаюсь там. Я вылетал во вторую сотню, когда были убытки. Ну, там, сейчас я снова в первой сотне, к счастью. У меня сейчас доход общий 30,36%. Я на 82-м месте на срочном рынке. Соответственно, давайте посмотрим вот здесь. Ну, там глубоко, ну, в первой сотне. То есть, пока все идет по плану, все хорошо. Где я тут? Вот он, вот, 83-й. Сейчас я обновлю, попробую, может, я повыше буду. Да, 85-й стал. Зря обновлял. Вот. Ну, как бы, не переживаю, особенно 30% хорошая доходность за месяц, там, с небольшим. За счет опционов, опционные стратегии. Они пока работают, все хорошо. Я доволен вполне. И следующей неделе, я уже думаю, что делать на следующей неделе. Там будут выборы в США, куда все двинется. Но об этом я буду уже отдельно рассказывать. А на сегодня все. С вас лайк. Спасибо. Оставайтесь на моем канале. И до встречи. С вами был Демятков Юрий. С вами был Демятков Юрий.